денис владимирович специалиста вольфу банк городе новокузнецкий и анализа на дату рождения своих назовите для склонствует никогда дата рождения по телефону не известно хорошо хорошо анна александр на ермакова 11 там сможете сейчас подъехать зачем паспорт для обсуждения вопросов вашего савольфа банка часть подъезжает какое-либо место когда у него есть в этом необходимость и потребность у меня пока так но это ваша необходимость и меня решаете у меня в этом необходимости нет у вас же есть проблема нерешеный савольфа банка у меня проблем вообще нет но по крайней мере с банками тут он улицом я да не внесение оплаты по договору не является как искать проблемой по крайней мере для меня если банк испытывает какие-то неудобства считает что для банка это проблема такой как я заемщик ну возможно надо от меня избавиться да как это мороза проблемы ну каким образом скорее всего и быстрее всего цессия но еще быстрый способ избавления от меня это исполнительная надпись нотариуса но более долгоиграющий способ избавления это обращение в суд понятного для того чтобы мы могли у вас ситуации говорить в банке можете назвать тогда адрес регистрации момента проблемных обязательств салона нет а вы вы сегодня дома будете я буду думать и родного давайте я подъеду с документами к вам на одну встречу в деле но закон не обязывает меня с вами общаться то есть подъехать то вы можете но не факт что я буду сами разговаривать ну конечно не факт но не будете разговаривать так как у нас не было мощной встречи но тогда я могу хоть каждой неделе там лицом если вы какая серьезно знаю чего плана за приезжайте их каждый день и это не означает что я каждый день буду либо не буду с вами общаться вы имеете право на одно взаимодействие на одну личную встречу не здесь все понятно так а вы я думаю вы сами на свой же вопрос и ответили потому что знаю законодательная база российской федерации допустила нарушение договора всегда можно решить это законным способом способом я перечислила ранее так и законным способом аноник сам и если смотрите если клиент нарушает обязательства свои данные в рамках гражданского кодекса по договору правильно то есть нарушает не обязательно же все это судебном порядке но право нарушение без судебного порядка вы никак не можете доказать суд только может признать человека нарушить его поэтому чтобы понять нарушаю я пункт договора а так клиенту а так клиенту непонятно за то есть мы с вами современном обществе живем а понимать либо не понимать что это выдумывать вот для себя я решила что я ничего не нарушаю поэтому чтобы как бы если вы считаете что я не права опять же я вас отправляю для того чтобы суд наше разногласия с вами как-то к общему на начало для вам скажу я вам скажу в любом случае по всем клиентам которые допустили просрочку альфа-банке неважно идет неважно какая сумма вы должности судебное решение в любом случае будет пока не смогла не будет и хорошо аннекс она хорошо у меня такой момент то есть если будет судебное решение то вы исполните свои обязательства сразу почему вы так думаете так а для чего тогда он себе почему вы считаете что я вам должна свои планы озвучивать а у вас тоже какие-то стратегии да конечно конечно отлично ну а ну и сам тогда пожелаю вам удачи соответственно за удачи вам ваших начинаний вот я думаю что ну для вас это опыт какой-то по крайней мере дохода вы еще достал всего доброго и звонок из банка от и ты мне зовут попова алена николаевна светлана алексей знакомого без суши это вы подаем про вас просроченной задолженностью по вашей кредитной карте 11 дней нет оплаты сумма ориентировочная 2185 рублей 54 копейки необходимо сегодня-завтра оплату внести скажите покупки не выходит впервые на просрочку неважно что неважно когда будете оплачивать не буду не буду слушай алло здравствуйте от ипбанк меня зовут валитова полина алексеевна это вы да очень приятно отдел по работе с просроченной задолженностью звони по поводу вашей кредитной карты у вас первый выход на просрочку а 12 дней сумма к оплате 2185 рублей 54 копейки светлана алексеевна когда будете вносить оплату сегодня завтра я пока под запись разговора озвучу что сегодня 17 октября это четвертое взаимодействие за день говорю о своем намерении направить данный звонок федеральная служба судебных приставов хорошо но вам звонки поступают потому что от вас вот я смотрю нет ответа когда вы будете вносить оплату все три ранее взаимодействие которые осуществлялись они зафиксированы потому что у меня также ведется запись разговора хорошо то есть я вы не настроены на разговор верно я с нарушителями закона не общаюсь хорошо всего доброго до свидания очень приятно это еще не проснулась или ты еще не проспалась пусть вели рашка мухания чё там мурчишь мур лишь не пойму то что хотели давай четко внятно громко говорить хочу хотела это не у тебя оказывается проблема у меня у меня точно у тебя не проблема большие походу а вот у вас уже давай давай оправдывайся рассказывать все прекрасно так ну расскажите почему он все пломит меня на видео оброшу буду рассказывать тебе сидеть да да знаете не говорите я говорю тебе трубочку положила и и спи я слышу для соединения с оператором оставайтесь на линии здравствуйте я слушаю он какая 4 финансовая компания вирус отдел до судебного взыскания локина ксения сергеевна разговора следует андреевна за должность у вас имеется в нашей компании оплата тут когда поступит поступьте я просто имею все то есть вы сейчас оплаты отказывать до ожидаете продажи договоров коллекторской института вы по месту регистрации нет у вас именно продажа переступка мы получим 308 2 статья гражданского кодекса читаем изучаем это продавать будешь ознакомливаем кусаю если ты ее вырастила до свидания господи вы бы лучше этим занялись до свидания вы еще будете себя безграмотно купить в другом месте будете и без конечно на тревоге от водички по тени на колотой и махану обещая стрелку забиваешь да приятно это звонок из банка русский стандарт а пол юлия евгеньевна меня зовут скажите как у вас вопрос решается по оплате вашей карты русский стандарт пластика замечательно решается никак как но по каким причинам я причина никому не должна озвучивать но не совсем понятно вот имеется договор в нашем банке оплату вы не производите чтобы она украли что я для на маэм на 2 какие-то свои причины как мы с вами пытаемся связаться разобраться в данной причине не волнуто не проступает что вы адрес и вы готовы в принудительном порядке оплату очень жду что что еще раз очень жду принудительного порядка ну то есть как перспектива выездные мероприятия они меня не пугают так я вас и не пугаю у меня абсолютно данные мероприятия вы же понимаете что банк вправе изменить с вами взаимодействие менять оплат от вас не поступает причину вы не озвучиваете по каким причинам этого делать и не один человек не да это ваше право елена борисовна но так вы обязаны исполнять условия договор 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 не не только юридическую сферу договор 101-19 я просто не могу понять вы какими глазами добиваете я сказал приводительного порядка я нормально уже ответила ну хорошо я тогда информацию данную зафиксирую место регистрации у вас действующее да кто бы тебе сказал действующая на ли нет всего доброго елена борисовна с вами обязательно свяжутся до свидания здравствуйте общество с ограниченной ответственностью регионально служба взыскания меня зовут александр геннадий бодилин информирую запись разговора могу я поговорить наталья возиме говорить вам зоне по поводу неоплаченной задолженности перед первоначальным кредитором микрокредитной компанией smart money ru вторичный кредитор региональная служба взыскания сумма долга на сегодняшний день составляет 29 119 рублей 2 копейки кредитор требует внести оплату до 19 сентября 2020 года в случае неоплаты дело перейдет судебную стадию суд пройдет в одностороннем порядке без вызова сторон по адресу регистрации ста что влечет за собой дополнительные судебные издержки и передачу негативных характеристики в бюро предельных историй вы намерены погасать задолженность добровольном порядке на досудебной стадии на местонахождении иска мне что договором это предусмотрено да я это не сам придумал сомневаюсь есть возможность оформить рассрочку чтобы остановить начнение на протяжении чтобы суд прошел в одностороннем порядке ожидайте с вами свяжутся проживайте вы по адресу артемовский да то это свободы или комсомольская судебные приставы я так полагаю теперь это еще по вопросам даже серьезно ты когда-то меня вообще зачем ты мне эти вопросы задаешь через год если вы общаетесь пожалуйста я вам не ты зачем ты позвонил для того чтобы меня всем образом смотивировать на оплату плюс кем-то образом ввести в заблуждение ты уже путаешься по поводу судебного приказа либо специально либо просто вообще некомпетентно этих вопросов нет у меня в договоре чтобы кредитор шел по местонахождении 100 это следующая путанка которую ты произнес дальше что будет дальше с вами свяжутся ожидайте мало стан алексеевна здравствуйте звоню вам долгового агентства 7 до меня зовут скачал ирина росла на разговор записывать мы знаем в компании до зарплаты скажите пожалуйста планируйте займоплачивать не планирую с вами это обсуждать не вас не знаю меня вам представилась долговой агент не до заключалась и не для договоров мы работаем по долговому по агентскому договору мы работаем с компанией зарплаты вам не говорили уведомления трек номер смесь трек номер письма трек номер письма у меня нет трек номер даже не знаете что вы высылали кредитов потому что кредитор всем высылает должникам уведомление вдруг он обо мне забыл ну как это был забыли наверное то что кредитов это информация располагает потому что если вы не уверены не знаете вы можете быть привлечены к административной ответственности я вам могу сказать что высылали они если где-то не дошло ли что потому что вы делаете которые работают в до зарплаты документальное подтверждение я уверена я знаю я говорю документальное подтверждение перед вами есть я могу только сказать кредиторы чтобы они вам продублировали раз вы не получили либо чтобы они предупреждали с вами обсуждать ничего хорошо зайдите на сайт и тогда просрочно меня отправлять никуда не надо будьте так любезны пока я вас никуда не отправилась пока общаюсь в корректном свидании здравствуйте здравствуйте вы не слышите подсказала александра алексеевна сотрудник фронта из банка в нашем городе на управление по работе задолженностью у вас имеется просроченная задолженность по карте 5386 рублей у них графика 19 дней банковской учреждения оплатить до 18 октября отключительно к тема в этом оплачивать будете думаю как бы подойду к какому-нибудь сотруднику проведу день карты ему и все и сроки банка платить и нет как долго будете в процессе заболевать до того момента пока вы не обратитесь в суд и пока законы судебное решение не окажется у пристава такая ситуация возможности банку суда обратиться однако до момента принятия этого решения замолить с вами мы будем путем телефонных переговоров ну давайте поговорим 50 в это у вас прибавляется там на моем счете денежные средства то чем нам не поговорить а когда ничего не прибавляется неразумно девушка неразумно наниматься бесполезной работой что я делала какие действия предпринимательства в сроке банка платить никаких абсолютно по какой причине вы действуете наверное по той простой причине что не считаю нужно для себя действовать да я свободный человек хочу действовать хочу бездействовать вы подписывали к длительный договор и для этого подписания у вас возникли обязательства перебанкова все я обязательства исключила из своей жизни навсегда вы понимаете что вы не имеете права нарушать сроки исполнения договора нарушила пожалуйста пусть ко мне примут какие-то меры воздействия каждый из вас говорит вы не имеете права ну скажите как-нибудь меня напишите заявление на меня может ко мне кто меры примет ну что вы вот пустословите вы не имеете права кто меня лишил этого права гражданский кодекс сейчас вы сошлете он носит рекомендательный характер я свободный человек я заключил этот договор я нарушил этот договор защищайтесь промсвязь банк защищайтесь у вас есть несколько способов для того чтобы свои денежные средства постараться хотя бы попробовать хотя бы хоть капельку каких-то действий предпринять для того чтобы вернуть помимо телефонных переговоров я же вам четко отвечаю нет нет еще раз нет вы понимаете что вас любом случае свои денежные средства вернет а вы понимаете что читать текст который вам работодатель напечатал каждый день каждый 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 день читать одно и то же приведет к тому что вы рано или поздно окажетесь в псих больнице девушка потому что у вас развитие оно остановилось давно тогда когда вас на эту работу приняли вам вернет свои деньги да пусть возвращает кто же ему мешает какие ему барьеры кто поставил этому банку действуйте я же вам как заемщик говорю действуйте вы сейчас работаете почему я вам по телефону должна незнакомому не человеку который с мобильного номера мне звонит говорит работаю я не работаю я с кем живу с кем сплю сколько получаю как вы думаете почему я должна это делать да не должна и не буду на какие денежные средства сейчас проживаете еще глупее вопрос хорошо живу есть денежные средства и вы не денежные средства оплачиваете я не вижу в этом необходимости вам не понятно вам пора уже дочитать до конца открыт быстренько бегло 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 так даже не задумываясь вы доход ранее 8 тысяч указывали сейчас какой у вас доход вы меня услышали что я по телефону такие вопросы не обсуждают это мое личное дело это мои финансы и они никого не касаются я скажу покажите эти данные почему я должна вам по телефону отвечать вы вообще в курсе что есть статья 165.1 гражданского кодекса которая там предусматривает что всякие юридически значимые письма сообщения уведомления я тоже могу так же сказать если захочу уведомлений банк я вам отправлю письмо отправлю через почту России ни какими там электронами ни смс пора и вашему банку работать грамотно делайте красиво письмами на бумажном носителе чтобы и у вас было подтверждение того что вы какие-то меры предпринимали почему же вы балаболики у нас вы почему своими датчиками выполняете да потому что не хочу девушка не хочу а с чего вы взяли то что вы можете по своему нехотению я вам до лета мне рассказывала и задавала вопрос кто лишил меня права чего-то хотеть от чего-то отказаться в чем-то себя ущемлять если я нарушила ваши права повторяю третий раз защищайтесь у вас нет преград для того чтобы обратиться в суд у вас нет преград для того чтобы обратиться за исполнительной надписью нотариуса у вас нет преград для того чтобы сделать переуступку прав требования занимайтесь сроки банка оплатите оплата поступит от вас девушка не хамила вам ну я думаю в конце диалога можно сказать что вы тупица вообще пустышка до свидания вы понимаете что далее я понимаю действительно пустышка пустышка да 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 направит направляйте вы не имеете права не направить вы обязаны вам последствия для чего кто вам сказал это вы ошибаетесь на данный момент закон гласит у вас далее проблемы с трудоустройством быть ну вы обо мне это не переживайте вы о себе позаботитесь в банках если вас банка выкинут куда вас такими мозгами возьмут девушку вы о себе думаете не имеете Юлия Зиновьевна так у вас отсутствие мозги есть а это страшнее нежели просроченная задолженность просроченная задолженность можно погодить и завтра вам понадобится в кредит а москов у вас уже не появится если банк от вас вернется я отвернулась от банка и вам от меня пора тоже отвернуться рекомендую отверните я фиксирую отказ от оплаты Юлия далее банк ставится с досрочным селом на взглядом наконец все давай иди домой ты устал уже ни к чему вы денежные средства где будете брать ни к чему это не приведет ни к чему со мной параллельно говорите пожалуйста если вы думаете с вами параллельно и параллельно вы ошибаетесь так захочу как посчитаю нужным все зависит от моего настроения буду разговаривать так как я умею разговаривать и как я чувствую что в данный момент так надо разговаривать тебе только остается сказать что я ошибаюсь а я продолжаю разговаривать так как считаю нужным а именно в параллельно перебьешься и все